Танковое неистовство в Венгрии Джон Спиндлер Warfare Eastern Network, США 19 мая 2018 года Первая часть даже в мрачные дни марта 1945 года, когда Третий рейх был на грани краха, его войска умудрялись проявлять чувство юмора, которое помогает фронтовикам превозмогать трудности и ужасы войны. Когда мощные танки Тигр-2 шли вперед по Восточной Венгрии в ходе последнего немецкого наступления Второй мировой войны, танкисты шутили о тех трудностях, с которыми они столкнулись еще до соприкосновения с противником. Некоторые 68-тонные королевские тигры по башню вязли в грязи, появившиеся в результате ранневесенние оттепели. Не обращая внимания на серьезность ситуации, командира шутили, что они ведут в бой танки, а не подводные лодки. Казалось, что советские войска, сосредоточившиеся в начале 1945 года на реке Одер, не очень беспокоят Адольфа Гитлера. Немецкий руководитель зациклился на идее защитить венгерские нефтяные месторождения от танковых и пехотных частей Красной Армии, которые в конце декабря 1944 года окружили Будапешт. Гитлер направил против угрожавших Будапешту сил свой 4-й танковый корпус СС, проведя в январе 1945 года три наступления подряд, которые получили название «Операция Конрад». Однако упорные советские войска отразили одно наступление за другим. 13 февраля Будапешт пал, и туда вошли войска 2-го Украинского фронта под командованием маршала Родиона Малиновского. Венгерские нефтяные месторождения в районе города Натькани же являлись последним крупным поставщиком нефти для Германии. К началу 1945 года нефтяные месторождения Австрии и Венгрии обеспечивали потребности германской армии в топливе на 80%. Несмотря на январские неудачи, Гитлер замыслил новое наступление, назвав его «Операция весеннее пробуждение». Она имела как военные, так и экономические цели. Гитлер хотел остановить советское наступление в Венгрии. Он намеревался провести более крупное наступление, чтобы свести на нет все успехи 3-го Украинского фронта маршала Федора Толбухина. «Если все пойдет по плану», – размышлял фюрер, – «немцы нанесут серьезные потери войскам Толбухина в предстоящей кампании». Гитлер надеялся, что его танковые войска сумеют создать плацдармы на противоположном берегу Дуная, а может быть, даже взять Будапешт. Таким образом, Германия сохранит необходимые для ее военной машины нефтяные ресурсы. Официальная операция «Весеннее пробуждение» началась с 6 марта 1945 года, однако готовить ее начали еще в январе. Верховное командование немецких сухопутных войск 16 января отдало приказ «Аберстгруппенфюреру» СС Зепо-Дитриху, Сепо-Дитрич, вернуть свою 6-ю танковую армию из Орден в Германию на отдых и подготовку к новой операции. 2 апреля 1945 года 6-я танковая армия была переведена в состав СС. В состав этой армии входил 1-й танковый корпус СС генерал-лейтенанта Германа Приса, Ирман Прис, и 2-й танковый корпус генерал-лейтенанта Вилли Бетриха, Уилли Бетрич. Корпус Приса состоял из 1-й и 12-й танковых дивизий СС, а в состав корпуса Бетриха входили 2-я и 9-я танковые дивизии СС. Чтобы восстановить эти потрепанные в боях соединения, командиры пополнили их ряды необстрелянными новобранцами, и также техниками из ВВС и ВМС. К сожалению, им не хватало ни времени, ни топлива, и поэтому пополнение не прошло достаточную боевую подготовку. Тем не менее, 4 танковые дивизии получили почти все необходимое вооружение и технику, включая танки, штурмовые орудия и противотанковые установки. В итоге немцам удалось собрать для проведения наступления 240 тысячи человек личного состава, 500 танков, 173 самоходных орудий и 900 боевых самолетов. Гитлер со своими советниками планировал нанести главный удар в ходе операции «Весеннее пробуждение» силами группы армии «Юг» под командованием генерала Отто Вилера, от Уоллер. У Вилера было достаточно ударной мощи. В его группировку планировалось ввести 6-ю армию генерала Германа Балька, Ирман Балчк, 6-ю танковую армию Детриха и 8-й венгерский корпус. В целом Вилер мог выставить против 3-го украинского фронта 10 танковых и 5 пехотных дивизий. Группа армий «Юг» должна была выдвинуться в сторону советских войск на участке между озерами Болотон и Виленца и наступать в восточном направлении. Остальные немецкие армии должны были нанести удар восточнее по левому флангу Толбухина. Наступление Вилера должна была поддержать ударом из Югославии на второстепенном направлении группы армии «Е» под командованием генерал-полковника Александра Лера, Александр Лайер, а также 2-я танковая армия генерала Максимилиана Диангелиса, Максимилиан Диангелис. К началу операции «Весеннее пробуждение» в Венгрии было сосредоточено почти 40% тяжелой боевой техники немецких сухопутных войск с Восточного фронта. Соблюдая острожайшие меры безопасности, туда перемещались дополнительные части и соединения. Генеральный инспектор танковых войск генерал-полковник Гейнс Гудериан, Эйнс Гудериан, не одобрял решение Гитлера о направлении в Венгрию 6-й танковой армии. Он считал, что этой армии можно найти лучшее применение, задействовав ее задером, чтобы замедлить продвижение Красной армии на Берлин. Гитлер не прислушался к Гудериану, и подготовка к наступлению в Венгрии продолжилась в соответствии с планом. 23 февраля Гитлер утвердил окончательный план операции «Весеннее пробуждение». На конечном этапе подготовки он усилил 6-ю танковую армию Дитриха 1-м кавалерийским корпусом в составе 3-й и 4-й кавалерийских дивизий, а также 23-й танковой дивизии генерал-лейтенант Эзефа фон Радовица, Ясеп фон Радовиц. Войска Радовица должны были составить боеготовый резерв, который планировалось ввести в бой в решающий момент. Дитрих поставил 1-й танковый корпус СС в центре. Его участок наступления проходил от озера Болотон до точки западней Шерии Гейеша. 2-й танковый корпус СС Битриха занял позиции на левом фланге, а 1-й кавалерийский корпус на правом. Фланги должны были прикрывать 44-я гренадерская дивизия и 25-я венгерская пехотная дивизия. Ближайшей задачей Дитриха было навести переправу через канал Шия и захватить город Дунафель-2. 3-й танковый корпус генерала Германа Брайта, Ирман Бреид, из состава 6-й армии Балька должен был начать наступление севернее 6-й танковой армии от Шерии Гейша в направлении озера Веленца. Ему была поставлена задача захватить район между Веленца и рекой Дунай. Два батальона тяжелых танков Королевские Тигры должны были оказывать дополнительную огневую поддержку 3-му танковому корпусу и 6-й танковой армии. Во втором эшелоне поставили 6-ю танковую дивизию генерал-лейтенант Рудольфа Фраера фон Вальденфельса, Рудольф Фрейер фон Вальденфельс. Левый фланг 3-го танкового корпуса прикрывали 3-я и 5-я танковые дивизии СС из состава 4-го танкового корпуса СС под командованием Абергруппенфюрера СС Герберто Тагили, Эрберто Тагили. Этот корпус был сильно потрепан в боях в ходе операции Конрад, но его все равно привлекли к участию в наступлении. К югу 2-я танковая армия удерживала участок фронта южнее озера Болотон. Но к моменту начала наступления ее уже трудно было назвать танковой армией. Она состояла из 4-х дивизий, оснащенных не танками, а штурмовыми орудиями. Ее лучшим соединением была 16-я танковая гренадерская дивизия СС. 2-й танковой армии была поставлена задача захватить город Капашвар. Группа армии Е была развернута южнее 2-й танковой армии вдоль реки Драва. Ее задача заключалась в том, чтобы силами трех дивизий захватить большой плацдарм на противоположном берегу Дравы возле Донья Михолица. Хотя немцы приняли строгие меры безопасности и маскировки, чтобы скрыть переброску войск в Венгрию, Красная армия была известна о готовящемся наступлении. Еще 12 февраля западные союзники передали русским материалы перехвата о перемещениях войск. К концу февраля у командования Красной армии исчезли все остатки сомнений, когда против советских войск в Словакии началась последняя успешная операция войск СС под названием «Южный ветер». В ходе того наступления 1-й танковый корпус СС ликвидировал плацдарм Красной армии на реке Грон. Острие наступления немцев было направлено против 3-го украинского фронта, созданного в октябре 1943 года. Части и соединения этого фронта участвовали во многих советских наступлениях, результатом которых стало освобождение к августу 1944 года Украины и Молдавии от немецкой оккупации. Затем 3-й украинский фронт захватил Румынию, Болгарию и Югославию. После этого ставка перебросила войска фронта на север в Венгрию, где они помогли 2-му украинскому фронту Малиновского взять в кольцо Будапешт и сорвать все попытки немцев прорвать блокаду города. Пока немцы уничтожали плацдарм на реке Грон, ставка отдала распоряжение Толбухину и Малиновскому подготовить новое наступление с целью захвата Вены и Братиславы. Советский руководитель Иосиф Сталин означил начало наступление на 15 марта. Таким образом, Толбухину пришлось не только готовиться к предстоящему наступлению, но и разрабатывать планы обороны от наступающих немцев. Толбухин создал глубоко эшелонированную оборону, в которой большое внимание было уделено противотанковым заграждениям и простреливаемым зонам поражения. Каждый эшелон обороны имел множество укрепленных полос. В первых двух полосах создавали две и более линии траншей. В целом глубина обороны у Толбухина составляла 30 километров. Но поскольку оборонительные линии создавали поспешно, солдатам удалось лишь натянуть колючую проволоку в некоторых местах, а времени на сооружения бетонных долговременных оборонительных сооружений у них не осталось. В составе третьего украинского фронта было примерно 406 тысяч человек личного состава, а также 407 танков, самоходных артиллерийских установок и противотанковых орудий. Поддержку сухопутным войскам оказывала советская 17-я воздушная армия, имевшая 965 самолетов. На правом фланге третьего украинского фронта разместилась 4-я гвардейская армия. Она состояла из трех стрелковых корпусов, в каждом из которых было по три стрелковых дивизии. Главная задача 4-й гвардейской армии заключалась в обороне города Осикеш-Фехер-Вар. На правом фланге армии развернулись войска 23-го танкового корпуса, которые действовали в качестве подвижного резерва. Слева от 4-й гвардейской армии развернули 26-ю армию генерал-лейтенанта Николая Гогена. Она встала на пути наступавшей 6-й танковой армии немцев. Армия Гогена отвечала за участок фронта от Шереги Еша до Болотона. Поскольку немцы должны были нанести главный удар по 30-му стрелковому корпусу, он получил половину всей артиллерии 3-го украинского фронта и большое количество противотанковых средств. 18-й танковый корпус, вошедший в подвижный резерв Толбухина, разместили в районе населенного пункта Срожд, где он легко мог оказать поддержку 4-й гвардейской армии или 26-й армии, в зависимости от складывающейся обстановки. Первый гвардейский механизированный корпус также развернули непосредственно за боевыми порядками 26-й армии. 57-я армия заняла оборону нужнее 26-й армии Гогена. Имея в своем составе два стрелковых корпуса, она получила задачу удерживать участок фронта от берега Болотона до реки Дравы. Хотя в этой армии было всего 6 пехотных дивизий, в каждой из них имелось немного больше личного состава, чем в других дивизиях из состава советских армий. Ее развернули на пути наступления 2-й танковой армии. 5-й гвардейский кавалерийский корпус находился северо-восточнее, и таким образом, мог оказать поддержку либо 57-й, либо 26-й армии. Вдоль северного берега Дравы к югу от 57-й армии развернули 6 пехотных дивизий 1-й болгарской армии. По численности личного состава они вдвое превосходили советские дивизии, однако боевого опыта у болгарских солдат было мало. Ставка считала, что противник вряд ли нанесет главный ударно удерживаемым болгарами участки, потому что немцам было бы трудно переправиться через Драву. Тем не менее, Толбухин был готов направить часть войска состава 57-й армии на юг, чтобы помочь болгарам в случае необходимости. Слева от болгар разместился 12-й армейский корпус 3-й югославской армии, которая не входила в состав фронта Толбухина. Вторую полосу обороны Толбухин доверил 27-й армии. Она состояла из трех гвардейских пехотных корпусов, однако во всех ее дивизиях было значительно меньше личного состава и техники, чем в 26-й армии. 27-я армия заняла оборону на участке от озера Веленца до Дуная. Внешне казалось, что у Красной армии в этом районе огромное количество войск, однако типичное советское соединение было меньше немецкого. Например, танковый корпус Красной армии по количеству личного состава и техники соответствовал немецкой танковой дивизии. У Толбухина в его секторе были и другие воинские формирования, но по приказу ставки использовать их ему было запрещено. Одним из них была 9-я гвардейская армия, которая должна была перейти в наступление на Вену. Толбухин из личного опыта знал, что даже если на третьем украинском фронте будет складываться критическая обстановка, использовать эти войска ему скорее всего не разрешат. В целом немецкая разведка точно оценила количество советских армий, корпусов и дивизий, на которые предстояло наступать германским войскам. Но она не обнаружила гвардейские механизированные гвардейские кавалерийские корпуса, развернутые вдоль направления наступления 6-й танковой армии, не сумела определить место расположения двух корпусов 27-й армии, и не точно оценила численность и оперативное построение советских войск. Упущения у немецкой разведки были серьезные, но они не имели особого значения в сравнении с другими факторами, которые повлияли на немцев да и в ходе наступления. Меры безопасности, принятые немцами в попытке ввести противника в заблуждение, в итоге оказались тщетными. Приказы доходили только до корпусного уровня. Это оказало погубное воздействие на конечный этап подготовки к наступлению. Кроме того, некоторые районы сосредоточения находились в 20 километрах от исходных рубежей для выдвижения. Ситуация усугублялась еще и тем, что командирам запретили своими силами проводить рекогносировку местности с целью выявления позиций противника в непосредственной близости от своих войск. Детряхай и штаб 6-й танковой армии очень тревожило место, выбранное для проведения наступления. Оно было уязвимо для советского удара севернее Сикеш-Фехервара. Кроме того, направление наступления пересекали несколько рек и каналов, и это грозило замедлить продвижение германских войск. Более того, только две трети дорог имели покрытие, а те грунтовые дороги, что были показаны на картах, немцы использовать не могли, так как на самом деле это были не более чем узкие тропы. И последнее, по очереди, но не по значению. Погода в это время года обязательно должна была помешать движению гусеничных машин и состава немецких танковых дивизий. Раннее весенняя распутица весной 1945 года превратила весь этот район в сплошное болото. Каналы и дренажные канавы не справлялись с потоками воды. В первые дни наступления танковые дивизии СС теряли танки из-за раскисшей земли. Немецкие танки зачастую по башню вязли в грязи. Самые большие проблемы были с королевскими тиграми. Командиры некоторых частей, участвовавших в наступательной операции, просили отложить наступление до тех пор, пока грязь не замерзнет из-за снижения температуры либо не высохнет. Гитлер и его советники отвечали отказом на все эти просьбы.